Сегодня у нас 5 июля 2016 года. Время у нас сейчас... Сегодня 11 часов 7 минут 12. Вот едет комиссия к нам по распоряжению президента. Продолжение следует... Здравствуйте. Это полиция Шевченко, Илья Николаевич. Приехали с проверочкой в очередной раз. Сейчас пожарный взор. Добрый день. Здравствуйте. Поближе, подойди с ним. Я снял. Сергей Николаевич. Здравствуйте. 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 Как я разговариваю через переводчика. Плохо слышу. Вот у меня представители. Говорите кто, что и зачем. Приехали представители разных структур. Целью проведения проверки. Понятно. Это от вас было, на пятое число указано, от президента и представителей президента здесь. Эту бумагу кто прислал? Ну, то есть, электроникой сбросили. Здравствуйте. Здравствуйте. Что это указание президента Российской Федерации проверка и федеральный инспектор по Полтавецкому краю дал указание проверить. Я правильно понял? Да, да, да. Правильно. Ну, на будущее, знаете просто, мы вывесили флаг. Да, да, распоряжение проведения проверки. Распоряжение сейчас зачитает. Я сейчас сразу скажу только немного. В честь президента Российской Федерации вывесили российский флаг. Мы вывешиваем только в воскресенье. А сегодня специально это. Потом я объясню, что такого флага во всей мировой истории не было. Который отображает всю историю человечества. О проведении проверки в связи с поручением полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Рогожкино по проведению внеплановых проверок детских организаций отдыха и оздоровления. И на основании письма 21 июня 2016 года номер 020202729 Главного управления образования и молодежной политики Афгатского края. Это бумага пришла. Да, да, да. Вот 5 июля провести проверку трудового лагеря Стана, расположенного на территории муниципального образования Мамотовский район в селе Потеряевка. Все, дверь открыта. Милости просим. Мы выяснили российский флаг в честь того, что президент каким-то указом нас коснулся. Нам лишь, как сказать и показать. 44 года позади. Ни одного несчастного случая, ни отравления, ничего. И вот ты просим. Доходите. Вас поведусь, я плохо буду ожидать. Подождите, знаете, Китаны, ну, вы помните, да, мы в Роспотребнадор приезжали. Ну, дело в том, что мы опять с этим распоряжением о пройдении внеплановой проверки. Сейчас у вас спрашивают. Так, минутку, подождите. Я не слышу даже телефон звонит. Говори. Говори. Ну, уже здесь находится полиция наша бережет нас, как Маяковский писал. Все, с Богом. И забудьте. Вот в этом распоряжении я еще раз вас спрашиваю. Вы подпись поставите, чтобы нам... Нет, нет, вопрос снятый. Если я сказал нет, не уговаривать ничего не надо. Все понятно. Здесь я открыл дверь, проходите, что нужно, смотрите, спрашивайте. Хорошо, то есть вот при свидетелях вы отказываетесь в распоряжении. Потому что это ложное, я ложь не могу подписывать, мои слова не записаны. Зачем я подписывать буду? Тогда вот... Это уже проверка была и повторно. То, что вы писали в прошлом, а в распоряжении? Конечно, конечно, конечно. Это поручение прокуратуры по этому внеплановой проверке. Ну, вы видели, да, и слышали, что... То есть такое, что там написано, я не подписываю. Мои слова не записываю. Это еще будут подписывать, когда там неправда. Видите, что они нам не дают своей подписи разрешения, поэтому мы внеплановую проверку. Пожалуйста, проходите со всеми. Я прошу, проходите. Как должно снова лица, мы пройти. То есть я прошу, в прошлый раз я просил 11 раз вас пройти, и вы не прошли. Сейчас с тем же самым, но это нельзя, это уже несерьезно. Проходите, пожалуйста. Так вам как обращаться? Галина Александровна. Двери открыты. Здесь у нас дети, руки мои. Проходите. Господи, благослови нас на свои занятия. Даруй детям страха твоего веры и воскрешенного веры. Научи нас, Господи, воспевать сердца. Где вам нужно, проходите. Валерий, сколько у нас детей? 18. Сергей возьми, есть у вас такое? Есть. Сейчас, сейчас. Ну они послали, говорит, кто запрашивал электронную почту. Ну открой, который привозили из Канады, мальчика привезли. Сейчас Владимир Александрович вынесет, покажет. А еще нормативно-пробовые документы устав вашего лагеря. Устав лагеря, устав лагеря у нас есть. Можно, пожалуйста, поднимите. Устав, смотрите, который в отделе инвестиций, вот он на стене висит. Это история. А который внутри... Дальше, проходите, пожалуйста. Иначе, Иначе, Иначе. А медицинский работник у вас есть? Нет у нас. У вас нет. А аптечка, оказание первой медицинской. Это вот с Канады привезли мальчика. У нас есть такой удовольствий, набор бинт, йод. Это есть у нас. То есть, кого мы достигли, все, все дали. А остальные ответили куда-то, в Роснадзор или куда электроники. Скажите, вот у вас на территории прибывает 18 детей. А у вас всего 4 согласия. А остальные где? Кто? У вас всего 4 документа согласия, а у вас 18 детей. Ну она мать, какой документ? Она мать здесь. Четверо детей ее. Четверо ее, но остальные. А отец там написал. Другие вот они, второй год, пять. С ними взять что? Она шестым лежит в больнице. Устав христианского православного детского трудового лагеря Стана. Пожалуйста. Вот видите, здесь нет ни подписи, ни печати. А акт о разрешении пребывания детей? Здесь есть Роспотребнадзора какой-то документ? Сейчас я спрошу у начальника лагеря. Акт Роспотребнадзора о разрешении нашего лагеря. Какое разрешение? Повторите, пожалуйста, еще раз. Это лагерь Стан, Палаточка. Я понимаю, я вас понимаю. А разрешение у вас Роспотребнадзора? Ну какое разрешение? 45-й год. Он разрешение благословения епископа. Как их разрешение. А двух в общем. Имеем право образовывать. Это предрешение. Так у вас трудовой лагерь или Палаточка? Нет, трудовой лагерь Стан. Лагерь Стан. Хорошо. А у вас ребятки купаются? У вас разрешение есть? На купание? Да. А какое разрешение на купание? Мы тоже должны быть. А водоем, Божьи дети, Божьи. Я у кого выбрать разрешение? Ну покажите, пожалуйста. Что именно? Где купаются? Вот сейчас покажут вам. Идите, покажут. Все. Ступайте. Ступаются они у нас на озере. Пройдемте на озер. Пройдите, пожалуйста. Вот. Пройдите, пожалуйста. Вот. Проходите. Пройдите. Вы с представителями? Они отдельно от вас? Это вот они здесь и живут. Разрешите, пожалуйста. Пройдите сюда. Вот. Человек хочет посмотреть келья. Сказали, что вы все вместе. Давайте все вместе. Да. Дети вот у нас живут в кельях. Пожалуйста, проходите, посмотрите. Проходите, пожалуйста. Здесь мы раздеваемся. Рассчитано на 8, но сейчас пока четверо. Четверо вверху, четверо вверху. По стиральной машинке стираем, ее развешиваем, сушим. А белье индивидуально привозят они из дома или реально? Индивидуально из дома. А как часто меняется? Раз в неделю меняем, стираем. А моете где-то где? В бане. Баня у нас, наверное, на территории деревни находится. А личное белье стираю каждый день. Собираю среди кишек. Стираю каждый день. Вот еще, что вчерашнего не высохло. Стирая. Приятного аппетита. А это во всех селах? Да. Во всех селах? Да. Во всех селах. Стирик. Ну, это у нас не есть вообще, как в телесклах такой, не дошел. Здесь не живут детки. Вот здесь живут детки, здесь живут детки. Здесь побольше деток живет. А режим дня у ребятишек есть? Да, есть. Вон, плакат, да, висит. В озеро хотят сходить там, где купаться, посмотреть. Ну, сейчас все вместе. Это как комната, у нас там как теннисный столик, а дети... Открою, брат. Пожалуйста. Был, а комната называют? Чтобы в случае дождей, все-таки у нас лагерь в степи было, где детям укрыться и поиграть здесь. Не вы в белье не сушите, да? Да нет, не в суши. Мы-то кто-то повешал-то. Нет, я здесь не развешиваю белье. Я в сырую погоду не стираюсь, стираюсь только там. Видите, кто-то играл здесь. Здесь без безопасности никакой. Дети сюда не лезут. Под присмотром они здесь всегда... Здесь со старшим. Им не разрешено сюда без присмотра заходить. Без разрешения. Вы напишите, что четверо детей моих я здесь в СССР. Восемнадцать. И четыре согласия есть. То есть восемь получаются. Есть еще согласия от моего мужа. А если у вас, допустим, на случай пожаров, какие у вас меры? Инструкции, что-нибудь такое разрабатывали? Да, у нас песок вон тут лежит. Песок есть. Вода в баке в большом объем. Вот ряд проходили. Лопаты кругом есть. Лопаты, да. С воды, просто я не знаю, откуда там стонна воды. А огнетушителей нет, да? Нету. Огнетушителей нет. А воду откуда вы берете? А как озеро качаем? С озера? Ну, это мы озеро качаем ноги. Ноги мыть вот так вот. Питьевой воду носим мы из колодца. У нас колодец на территории деревни. Делеф, у вас не электричество, не печень, ничего такого? Нет. Нет, абсолютно. Запечень электричество? На кухне у нас есть электричество, в кельях нет. То есть исключено какое-то возгорание там от электричества. Здесь тоже электричества нету, только вот на кухне. Так, а эти спальных, ну, если так можно выразиться, кельи, сколько это количество? На данный момент 4 жилых келья. Да, если будет больше людей, мы как бы набудем порядок по всей келье. Там, типа деревянной палате, да? Да, да. А вы проходили, смотрите? Да, да, да. Мальчики, мальчики, мальчики. Обязательно. Вот здесь вот мальчики, девочки с той стороны, мальчики, у нас даже не заходят на ту сторону, как бы, у нас пристало, это запрещено во избежание каких-то... В туалет у нас мальчики ходят с одной стороны, в двери, 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 в двери. Да, на двери. То есть у нас... А можно посмотреть? В туалет? Да. Сергей Павлович, проведете в туалет? Я сейчас фиксирую. Пойдите, пожалуйста, Сергей Павлович. Хорошо, хорошо. А девочки вот с той стороны заходят. Ну, там подобные же туалеты. Кто уборку проводит? Мальчики. Мы сами проводим. Подлетаем мы в туалетах. Сами типа взрослые или мальчики? Взрослые, конечно. Дети нет, этим не занимаются. Ну, это у нас как «Бум» называется, что ли. Мы, ребятишки, ребятишки на нем обзирают. На нем, как вот, мы держим их за палочку. Они за палочку держат, например, и я, да, воспитатель. И ходят. То есть без присмотра здесь тоже им нельзя, чтобы это избежание всяких травм. Конечно, обязательно. Молитва, три поклона, они заходят. Кто-то подрослее может сам ходить в равновесие, а если поменьше? Ну, это уж совсем какие, лет по 15 такие мальчишки, кого-нибудь там повыше меня. Они уж ходят сами. Ну, это как башенка такая. Залезть, посмотреть. Конечно, под нашим присмотром. А под нашим присмотром все и то с разрешения взрослого. Обязательно. На вот эти вот башни, вот еще башню, если вы обратили внимание, вот большая, только с разрешения старшего. Даже вот на эту башню только с разрешения Николая. Вот это мы предохранились от таких плоти, чтобы у нас не было травматизма. Далина Александровна. А скажите, что сейчас ты так делаешь, да? Да, я воспитатель. Я здесь уже не первое дело, да? Я по какому договору? Ну, иди по согласию. По согласию, добровольное мое согласие. Я как волонтер. То есть я здесь не работаю за... Нетрудоустроенно, как сказать, работаю на добровольном. Да, я из Барнаула. Я и детка, конечно, сколько лет? Младший 8, старший 14. Вот будет 8 июля. Все четверо со мной. Все четверо со мной. Не первый год мы приезжаем в это платье. А коляска? Колясочка эта пришла к нам в гости девочка. Она здесь 7 лет была, как воспитанница наша. А сейчас она вышла замуж, уже взрослая девушка. Вот она приехала нас попроведать. Можете с ней поговорить, если хотите. Скажите, а вот о канализовании у вас как? Как здесь отмышляют? Что? Где у вас выгребная яма? Как у вас вы? Вот там у нас яма, за территорией лагеря. У нас здесь яма, туда мы срываем. Пойдемте? Пойдемте вот так, пойдемте здесь. Да, вот. Галина Александровна, продукты где вы храните? Продукты мы храним на кухне. Сейчас напишу. Пожалуйста. Пожалуйста. А озеро где-то здесь, да? Озеро, это вот потом мы сами туда придем. Сейчас на кухне, да? Или ямам потом на кухне. То есть мы можем на кухне, потом ямам, потом на озеро. Давайте. Давайте. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь все написано только с его благословения, ничего как на нас лично. Наш устав предполагает безопасность наших детей, чтобы ничего не случилось с ними. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Посмотрите, пол железный. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 У них сертификат спрашивают? Я даже не знаю, есть ли у них карты. Нет, у них без справки. У детсправки обязательно, у всех есть. Это у всех есть, да. Проходите, пожалуйста. Это наша пекарня. Сегодня еще не делали, да? Нет, но мы по мере заканчивания хлеба не выпечем. В мешках, да. А у кого у вас здесь хранится? Нет. Она у нас сохранится. Так, теперь вы хотели на озеро сходить. Благодарю, о Боже мой, что каждый мой живет. Вода заканчивается в озеро, да? Да. У вас озеро там или пруд? Крут. А вот, допустим, как деткам? Зубки почистить или все прочее? Зубки мы этой водой не чистим. У нас питьевая вода. Мы тепленькой воды их выносим, они в кружечку набирают и чистят зубки. Это мы обязательно проводим. А где у них вот эти все принадлежности индивидуальные? Ну вот, у них удобные щеточки, молоко. То есть у каждого свое, да? Конечно, обязательно. А это что у вас здесь, вот загородки? Вот, здесь что сливается. А скажите, куда вы сливаетесь? Вода так, она уходит прям в землю, впитывается, да, если я правильно понимаю? Да, да, да. Ага. Так. Ага. А вот, где вот добытность пищеблока, да, помыли посуду? В крапиву оно. В крапиву оно. В крапиву, вы сказали. Так. Канализация, значит, у вас нет. Что? Посуду мою. Просто в траву? В траву просто. В крапиву. В крапиву. Да, да, да. А вот это, что я прослушала, это что за яма? Нет. Это просто так обвалилось, наверное? Чтобы детство туда не упало. Да нет, здесь мы глину, это же кельи из глины. А, понятно. Как бы добывали, да? Ну, это, конечно, оборудование. Ну, понятно. Мы пользовались. Два людей запасных. Ходили туда. Откажите, вот эту. Вот, нет, вот эту. Ну, это у нас, знаете, как так сказать. Вы знаете, что ли, столовая была, когда комаров было очень много. Мы кормили, только кормили ребятишек там. Ну, то есть там просто лавки, да? И все. Рафиеночкой оббито все, да. Мы вытираем. И они как, там типа стола, да? Или что? Там как типа стол, да. Мы раскладывали им, чтобы приходило сидеть. А они так садятся? Да, да, да. Да, да. Выносили им туда еду. А у вас креский где сорвался? Костер вон там. Прямо, видите, креский. Можно пройти. Там как-то безопасность, чтобы... Да, а мы всегда воду берем с собой. В случае там... Два ведра. Два ведра воду берем. Ну, а капают? Там вот прям такая яма в нем. Костер только в яме, а дети все вот тут вот вверху. Сказывалось, что садилось, да. По-пять. 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 Озеро. Вы хотели на озеро? Да. Ну, пойдемте. А вот вот это что? А это нет? Да ладно. Пойдемте посмотрим. Ну, это типа делоксация. Да. Типа делоксация. Типа делоксация. Это для взрослых. Мы где-то туда приводим, занятия проводим. Он там по воскресенью. Ну, можно там тоже с разрешения старшего, со старшим. И уходят там любите. Там есть занятия. Там есть занятия. Последствия нет. Съеды всякие. Это да, после обеда. После обеда у нас вот такие занятия проводятся. Ну, не здесь, потому что здесь ограничена как бы видимость, чтобы зрение это не портилось. Это у нас все проводится вот где мы сейчас поедем. Дальше. Разрешение начальника лагеря. Разрешение начальника лагеря. Дальше. Да не бойтесь, вы проходите. Ты не бойтесь. Дальше. 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 А все разрешительные документы, допустим, вообще загородные, они начинают свою деятельность с разрешения, да? Никогда не получал этот лагерь, я так поняла, что он у вас давно существует. 44 года уже в лагере, но он не финансировался ни одного года государством, не финансировался. Но он все равно же кому-то принадлежит, какому-то юридическому лицу. Вот по разрешительным документам вы обратитесь к начальнику лагеря, да, потому что он все вам подробненько объяснит. Можно побыстрее пойти, если вы не против. Вот так мы по этой же дорожке идем. Обязательно. У нас по уставу написано, что был взрослый, он 16 лет, умел хорошо плавать. То есть, если, например, плохо плавать, то это уже не подойдет, вот сказать, инструкторам и наблюдателям за нашими людьми на воде. Именно, чтобы хорошо умел плавать. Дело в том, что вот на вот эти использования вот этого водоема должно опять-таки тоже разрешение быть. Санэфициант, санэфициант, санэфициант заключения на использование вот именно в целях купания и отдыха детей обязательно должно быть. Хоть вы, допустим, и государственной поддержки у вас нету, поддержки от государства, все равно это как бы не является препятствием на хотя бы вот такие вот, вот так у меня. А вот скажите, пожалуйста, у меня вопрос такой. Вот выезжают, например, семьи палатками. Какие-то документы нужны? Вот они должны потребовать тех землевладельцев, которые арендуют на воду, на купание там. Они не являются палаточными. У них статуса нет ни палаточного, ни трудового лагеря. Вот они две недели там живут. Нет, нет, если бы вы были бы со своими детьми вот выехали, как бы вам не надо получать эти документы. А у вас же детки находятся без родителей еще. Ну, родители добровольно звонили нам, да, своих деток просили принятия в наш лагерь. Некоторые уже не один год. Ну, что, например, случится? У нас вот, например, случаев пока нету. Ну, вот скажите, что может? Конечно, может случиться все. Может быть, какое-то пищевое отравление. Ну, с какой-то змеей, например, где-то кто-то. Клещами. Клещи, да. Обработку проходит. Ну, случайно упал, руку-ногу сломал. И за помощью, кому вы обращаете? Ну, вот смотрите, руку-ногу сломал, таких случаев тоже нет у нас. Клещей ухудов тоже нет у нас. Змей ползал? Я ни одной не видела. Нет, ну, а если вот на случай вот такого случая? У нас прямой доступ в Барнаул. У нас в деревне несколько машин. И ни один христианин не откажет. В случае, конечно, если Бог попустит, то случится, да? В случае чего-то на машину и в Барнаул это сразу. Или в Мамонтово, куда ближайшее. То есть у вас все откажется? Это, конечно, понимаете, это нам никто не откажется. Все в руках Бога. Ну, все понятно. Не то, что... Не каждый родитель не хочет ребенка подвергать опасность. Чего бы у нас четырьмя поехала? Ну, вы к которому пришли? Вот с четырьмя уже приезжаю второй год. До этого я была в лагере еще два года. До замужества два года была. И когда у меня маленькая дочка родилась, вот была. Ну, а потом за ребятишками уже, пока подросли, дома была. То есть, получается, сколько... Вы сами в Барнауне живете? Да, я живу в Барнауне. 5 лет, да, в обществе уже. Вот, вы коляску видели, она 7 лет здесь была, мама. И вот в Хабаровск приехала, помните, если ей было плохо, и здесь там это и опасно было, чтобы она своего четырехмесячного, но вон там речь в Хабаровску привезла. Значит, что-то стоит это. Вот наш лагерный пруд. Здесь вот смотрят, приходят. Мальчики пришли в лагерь, девочки только выглядают. Вот наш пирс. Две раздевалочки, переодеваться есть. Вот по мостику проходят. Смотрите, вот такой вот небольшой лягушатничек. Можно держаться плавать. Немножко лучше плавать. Вот ограждение. Да, ограждение. Даже если хорошо плаваете... Какая глубина? Ну... Метра два, наверное. Глубина? Да, не... И ребятишки при глубине двух метров купаются. Нет, там у нас... Нет, вот где вот как раз буйки, где ограждение у вас стоят. Да, да. А это там, где умеют плавать. Где не умеют плавать, там глубина метр там... Там потому что, как знаете, деревянный поддон. А где... А вот это вот с правой стороны, правой стороны. Да, там деревянный поддон. Они спиткаются по лестнице, стоят... Ну, если я зайду, может быть, мне покоют. Ну, там взрослые всегда. Всегда с ними взрослые. В лягушатнике. Обязательно. То есть, я не на берегу стою, да, а прохожу с ними там. На лодках плаваем. Да. А спасательные жилеты имеются? Имеются. Имеются в количестве. Ну, у нас детей не так много. И купаемся мы не все сразу, и плаваем не все сразу. Смотрите, в лодке... Не все 16-18 человек едут. Конечно. Но штук 10 у нас есть в жилетах, да? И в лодке у нас два человека со старых лагеря. Нет, лодки... Не лодки, жилеты. Про жилеты? Про жилеты, жилеты. А спасательный круг. А. Круга у нас нет. Нет, нет. Ну, вот займите где-нибудь туда, необходимо. Ну, почтем, может. А скажите, а дно вот у вас какое? Оно песчаное или там грязь? Нет, илисто. Илисто одно, да. Ну, до дна они даже не достают, поэтому там... То есть они вот там вот, да, барахтаются? Да, там деревянный поддончик вот такой же, видимо. Купаться или плавать? Купаться. Купаться или плавать? Плавать, плавать. Из детей вы имеете в виду? Да, из детей. Ну, вот с девочками... Я маленьких даже не пускаю сюда. Маленькие у меня только в лягушатники. А из больших у меня только три. Три купаются. Три. Второй полный. Вот здесь вот, да. Вот заперли во ограждение. А маленькие, они, сути, говорят, что умеют плавать. Все равно я не пускаю. Вот здесь вот плавайте в лягушатничкину. Так, чтобы все-таки сохранность была. И плавочки мы уже стоят. Погород. А вот это типа раздевалки, да? Да, раздевалки. Ну, переодеться чисто. Переодевают купальнички. А местные ребятишки где купаются? А сюда же могут приходить? И с того берега приходят? Кому как удобно. Здесь у нас еще вот тут храм и там еще один пруд. А скажите, а местные, в вашем оберении, ну, так, не ходят с этим детям? А они вечером приходят, мы в футбол поиграем. В футбол поиграем. Как бы пообщаться, да? Да. Пообщаться, поиграем. А это вот ваш огород, да? Да. Можете пройти, посмотреть. Куда мы поиграли? А будет вот столица. Нет, а мы отсюда. А мы вот отсюда приходили. Это типа с ногами на туалетах, да? Ну, конечно. Ну, конечно. Приспичит обязательно, но у нас и на костре тоже туалет. То есть везде есть такой санитарный полочек. Да, мы привычаем детей в трусду. Вот привычаем детей в трусду. Вот поставлю, например. Вот ты прополешь рядок помидоров, и ты прополешь рядок помидоров. Вот такой у нас огородик. Очень большой. Да, там и статус, и малина там. А обработку тоже здесь детей привлекать, а? Обработку чего? Ну, все. Стравку порвали. Да, конечно, с нами ребятишки. А маленькие детки какого возраста становятся? Восемь. 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 Восемья. Восемь. Восемь. А до полтора августа. Восемь, в девятьс квартала на все ли пять лет. А почему? Вот сейчас приехали, приехали и хотели привезти мальчика из Абакана в школе десяти летнего. Нет! Вот смотрите, кто приехал 10 июня, они сейчас 10 июля отъезжают. Кто-то остается. А кто, например, заменёт остаться, они остаются. Семья вот из пятерых деток у нас, они уезжают после десятого, мама за ними приедет или как-то по-другому, договоримся. Не просятся домой? Да нет, даже не просятся. Мои вроде поехали на сколько-то. Можно, мама, может, еще останется, уже шепчут мне. Говорю, так, Бог даст. А вы тут до 2 августа будете, да? Ну, планируется как бы на подольше, и все будет благополучно. Это в том году мы плотину поднимали, плотину поднимали. И там насадили ветлу, есть такое дерево, очень быстро принимается в воде. И чтобы оно корнями все связало и огородили, потому что скотина ходит и начинает рогами выдергивать одни основные все. Не повредилась. Да, не повредилась. Обязательно дети сами не связаны. В каждой керрии есть просто человек. Мы не пускаем, у нас ерка, не пускаем, без вечера. Био-солик. Идем рачком. Крова выносим каждое утро. Это для безопасности, чтобы по ночи не ходить. Спасибо. А вот в полях уходим. А вот вишня у вас на столе стояла. А как тут Игнать Тихонович области. Дети мы уже не давали. Игнать Тихонович, он уходит на ночь. Ну, с утра уже, еще дети не прошло листы. Мы с нами с утра до вечера. Дети у нас одни влаги никогда не остаются. Обязательно с ними двое, как у меня, и осень. И только у нас не так много. Конечно, у нас уже четыре класса с дайтом. Игнать Тихонович, где-то куда-то шоу. У нас, знаете, вон после соревнований, вот на арт-канастер, к примеру, приходит, да? Кто-то хочет спеть, кто-то одни споет, вторые споет, третьи споет. Вот это такое. А чем у вас? Ну, мы просто благодарим их, как вообще. Конфетки мы не раздаем. Нет, нет, сладкого мы не даем. Поскольку, чтобы у нас тут ни зубы не заболели, ничего, это никак будет. Вот дома родители как угодно, а мы здесь нет. У нас чайок, компот сладенький. И то мы не пересмышляем, чтобы все это было острым. Ох, все уже поздно. У меня все неправильное. Жгучее. Безполезно. Потрите. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это редкий случай, когда уже костер маленький, когда уже мы до темна иногда сидим тут, песнопение у нас о Боге поем, потом уходим. А так в основу здесь вот сидят по всей кругу, тут хватает места. Там туалет. Здесь на пруду не купаетесь? У нас люди приезжают удивляются, у нас в деревне ни одного салафантика не увидишь фантика от конфет. То есть мы всегда стараемся призраиваем к совести, чтобы люди все жители приезжали стеклышки, камушки, бумажки. Да, в самой дереве. Ну и здесь, конечно, почему вы не видите ничего, ни стекла, ничего нет. Ну тут где-то 15 дворов примерно живых, живых. Ну может побольше, 7 ребятишек, где 7 ребятишек, где 5. Вот за клубникой ходим. Вот за клубникой ходим, клубнику собираем. Сейчас как раз пошла полная. Хороший ребятишек. А? Нет, мы уже приносили. Да, 12 литров уже с ребятами ходили собирали. Варили? Ну это в зависимости от этой. Где-то мы ее раздавали прямо целую, не варили. В зависимости от травы же. Чем меньше трава, тем она быстрее поспевает. А где большая, там еще зеленая сейчас. Здесь все целебное, потому что очень много травы. Если вы знаете, что там. Всякая богородская травка. Не кости травы. А? Да, это покосы все. Жители деревни. Они в основном за счет коров держатся здесь. Коровы, овечки. Потом молочка обрабатывают и везут. Ну там продают уже. Кто заказывает. А чем в поселке люди живут? Хозяйством? Хозяйством, да. Хозяйством, да. Землей. Хозяйством, земля. Земля очень плодородная. Где-то на два штыка плодорода. Чернозем идет. То есть очень хорошая. Даже есть такая шутка. Оглоблю бросить, телега вырастет. То есть вот. Все. Они как ведут фермерское хозяйство? Ну вот у нас есть фермер. Один тут. Староста деревни Игорь Барабаш. У него где-то около 300 гектаров земли. Он начинал с нуля. Начинал там. Сколько-то взял с первых гектаров. Немножко. И вот так постепенно дошел. С божьей помощью. Тут же все растет. Даже арбузы растут. То есть изобилие. Земля хорошая. Медляная. Вvatим. Таняная. Варим. Вах. Вах. Таняная. Таняная. Болоко. господь какой чудный день все не дал все облака тепло вот наша летняя столовая деньги за веру вы неправильно берете за веру деньги не берутся мы хотим показать русский патриотизм пожалуйста там где-то ваши товарищи отстали сейчас они вернутся на анализ еду и прочее мы хотели дать хлеба ну вот давай сюда так внимание давайте наш лозунг вот и все теперь бери их за рук 20 это новая россия растет знает кто президент кто премьер-министр кто губернатор все на них написано кто телефон отобрел в интернет и в школе тут и говорят он в лозунг здесь и это не не слова это ежедневное подтверждение эти сидят все во дняшки 5 лет и нужно освободить в средние дня по 3 дыр 2 часа должно пройти пища прошла тебя и вода все спать а другие ну какой лагерь вы найдете детстве что вставали в 5 утра сейчас день уменьшается уже пол шестого стоит еще дней 5-6 они знают что такое погода вот как бы стрижены впереди ноги 5 представьте какую даль везла отец ребенка он не нашел в лагере подобного где сына можно было бы наставить сделать его поистине русским человеком если заход благословит он будет сейчас нашим ученикам подтягивать знания по английскому языку договорились как прекрасная истина твоя как прекрасная истина твоя вот этот мальчик полосатый сидит вот мальчик сидит полосатый если готовый где-то в собре будет или варфа может у президента он не ходит он не ходит ему спрятаться он больше всех потягивается сидит на него как бы руку один поднял как прекрасная истина твоя у него уже заложено из него мы этого не вытеряхиваем но только чтобы нигде не поднимал руку на своего человека ни под каким видом его сейчас закладывают как прекрасная истина твоя как прекрасная истина твоя как прекрасная истина твоя вода откуда она? из колодца а раньше назывался Камагориха но это официально у него? я не знаю как на карте но у нас теперь Лагер это Магорова уже нет а вот так вот этот назывался Камагор и теперь называется Костром рядом с ним а это Лагер а я все знаю а тот который проезжал где Махрамовый мы уже его сотворили теперь только поднимать бедную дамку чтобы она села и поднимать воду закупили бальков и ищи это жизнь и они в этом пуду что ли а? мальки в этом пуду что ли не в этом только а он который мимо проезжали около храма там лужа была они еще уже подняли сколько сейчас источники не пробились еще на метр будем поднимать там уже все взяло когда пробьют источники тогда будет постоянно и пробуют ага вот так вот так попробуем на кишечку ага попробуем на кишечку ааа все еще получит вот смотрите как бы свежее мы еще к обеду не приготовили у нас немного осталось завтрака и попробуем я еще сейчас принесу я уже похоже на дистанцию у меня такое вооружение как у студентов следующее что я должен поговорить такой навоз а а скажите сколько у вас здесь волонтеров работает ну вот это вот все они как волонтеры да ну сколько примерно человек посчитай шесть семь семь да семь без начальника ну начальник он сам по себе ну да семь волонтеров а медицинский осмотр вы не проходили да нет нет ага то есть вы без медицинского осмотра а это что осталось это суп когда осталось это вот утром варили это а на обед они живут да на обед вот новое варим а над чем нибудь давайте в чашечку чтобы хорошо да давайте на газикам чтобы уже не над чашечкой можно лить а вы чем зажарите мы не зажариваем еще это это канцероген обожается если пищу зажаривается мы ее принципиально для своего здоровья не жарим да а ребятишки все равно им нужно чтобы поступать мы масло подсолнечное мы наливаем по приготовлению я убираю сплиты и тогда только наливаю подсолнечное масло и это молочек сейчас нет потому что сейчас влаги вулака не покупаем пучка в данном числе 17 числа мы покупали пучки 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 всю сп 俺 в Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Аллилуйя, Аллилуйя, Иисусу, Аллилуйя, Аллилуйя. Он войдет в пещере и спас меня, поверил. Ответ, что вы в колокольчик, в огнях твоих колокольчик, приятно удивились, что в гости к нам явились. Они совсем не знали, не знали, не знали, кого в себе приняли, приняли. Иисус Христос явился и в нищете родился. А они совсем не знали, не знали, не знали, кого в себе приняли, приняли. Иисус Христос явился и в нищете родился. Мы, может, Лагерстан повторим? Давай! Для гостей, давайте? Да, да, да. Для гостей, давайте, Лагерстан. 242. Нет, 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 ну пусть, этот край не постарше. Повторим? Красавец. Вот! Повторим? Казейковый финал известен во всём мире, что можно притувать шикарные дучи. Игене 1242, шире и шире, внешне он в мире, но Бог не казит. А в шармах дождями прогрызеют мышами, отчего же боится его колонизм. Сравните дворцы с нашими шалашами, вот и сальский пик, на кого знают кучи, что может быть круче. Йоу! Они обзывают флэнкер, дешево, везде, саналили вашу полу. На лета пятнадцать в користья на острях плыть, всё это аукнется громко. Потом над вышкою высокою высится кресть, но тонко воздушно шести левеса. При полной загрузке семьдесят мест, девчонки в платочках, а кнопки рыбается в лагерстан степи. Да на бочной куче, что может быть круче. Йоу! Утром подъем от пяти до шести, солдат колодца едва разтресут. Расчетящие и наскры поделают на российский, на вчерашние правительности. Утром подъем от пяти до шести, солдат колодца едва разтресут. Расправа подъем от пяти до шести, солдат колодца едва разтресут. Кто-то смеется, а кто-то и сезон поет моленье. По лагерстанской религии, по лагерстанской религии. Давай гордимся мы премьем, премьем. Все поем! Багестанский пить! На набор снарь куче, что может быть круче! Йоу! ПЕСНЯ Что там дальше? А, конечно, нужно другим показать и хвалять. Строгая дисциплина, по лягам, это большая боя. Работает нас пока! Уже три, три, пять! После семидесяти летнего луга, Расапоя. В лагерстанской религии, В лагерстанский пить! На набор снарь куче, что может быть круче! Йоу! ПЕСНЯ ПЕСНЯ А где Екатерина Зинькова? У нее сборник там. Пойдем, пойдем. Быстрый мипполет в оглавлении. А тут есть Витя? А тут есть? Это слова не Игнатьева. А где есть? Что не видишь? Заряд батареи. Заряд батареи. Заряд батареи. Заряд батареи. ПЕСНЯ 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 Слава Христу! 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 Слава Христу!